Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном интересном способе сдерживания развития сорняков на вашем участке. Конечно, прополка, культивирование, различные виды обработки почвы являются главными нашими такими инструментами для сдерживания развития сорняков. Однако, зачастую, особенно для пожилых людей, они являются физически утомительными и сложными. На смену всей этой механике, физическому труду пришли гербицидные препараты. Как оказалось, они являются достаточно токсичными для растений, и для окружающей среды, и для здоровья человека, и очень сложно избежать проблем с ними. Очень хорошим методом избежать использования гербицидных препаратов является использование мощного мульчирования. Будь то трава, горячая, там, негорячая солома, сухое сено, опилки, что-то еще, листва, все они способствуют тому, что почва закрыта, света нету, семена не прорастают сорняков, и все хорошо растет. Но есть еще один удивительный биологический способ борьбы с различными сорными растениями – это использование так называемых естественных гербицидных препаратов. Одним из представителей естественных гербицидов является вот этот очень многим знакомым инвазивный вид, который называется золотарник канадский. Когда-то он был использован как декоративное растение, а потом расселился везде повсеместно, не имея естественных врагов, никто его не поедает, ничем он не болеет, он размножился очень и очень сильно. Один из факторов, почему золотарник размножается так сильно – это его гербицидные свойства. Он, можно сказать, уничтожает растения вокруг и тем самым очищает себе место под солнцем для жизни. И вот кто нам, так сказать, мешает, тот нам и поможет. Оказывается, что надземная часть золотарника, не только корни, но и надземная часть золотарника, содержит целый комплекс веществ, которые зачастую еще не идентифицированы. Непонятно, что это за вещества, но эффекты обнаруживаются, способствующие в значительной степени снижению схожести семян, в том числе сорных растений. Но также и культурных растений. Поэтому использовать золотарник в качестве такого естественного гербицида стоит лишь только в осенний период. Использовать его очень-очень легко. Любой участок, освободившийся от огородных растений, если вы не планируете засевать его сидератами, а хотите оставить его в чистом виде, вам необходимо попросту вот золотарником, который находится вот в такой вот фазе, то есть он еще не пушит, здесь еще нет созревших семян, он еще активно цветет, активно посещается шмелями, пчелами, он является неплохим медоносом и пыльценосом в этот поздний период. Вот такие вот веточки нарывать, нарывать, нарывать и густо застилать ваши грядки, оставляя его полностью до весны. До весны. А весной он разложится, он высохнет, его можно вкопать в землю. И до весны вот эти все вещества, которые находились в золотарнике, они в основном разложатся, но они в течение осеннего периода, особенно во время теплого осеннего периода. А также даже зимой, надо помнить, что та же мокрица, способна расти и даже цвести, и даже давать семена прямо под снегом, не позволит активно развиваться всем этим растениям. В первую очередь мокрицы и другим растениям, там фиалки, которые вот в этот период после уборки урожая могут очень активно, портулак, активно развиваться на наших грядках. Вот такое вот мульчирование, устилание черного пара после уборки урожая вот этим золотарником является естественным способом избежать осеннего роста сорняков и даже их обсеменение и увеличение запаса семян сорняков на будущий вегетационный период. Воспользуйтесь этим советом. Более того, вы также улучшите плодородие почвы, потому что это все-таки является хорошим источником органического вещества, точно так же, как трава, солома или что-то еще. Что ж, этот простой метод позволит вам в значительной степени снизить трудозатраты на прополку. Используйте его теперь и уменьшите хлопоты по огородничеству. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!